Эфир телеканала ОТС продолжает программу экстренный вызов. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Начинаем программу с информации о работе бойцов МАЗ. В районе улицы Заобская водолаза достали из реки тело мужчины. Известно, что погибшему был 41 год. Пропал он в субботу, когда отдыхал с компанией знакомых у воды. Со слов очевидцев, мужчина в сильном алкогольном опьянении пошел купаться прямо в одежде. Останавливать его тогда никто не стал. На берег он уже не выплыл. На следующий день полиция, которая вела поиски пропавшего, обратилась за помощью к спасателям. И те уже нашли тело мужчины. Причем практически сразу и именно в том месте, которое смогли вспомнить свидетели. Они же приятели утонувшего. К другим темам. Новосибирские полицейские пресекли сбыт крупной партии психотропных веществ. Задержан вероятный сбытчик. А их коллеги из Тувы поймали курьера с гашишем, который добирался до нашего города на автобусе. Начнем с первой истории. Молодого человека взяли с поличным как раз во время сооружения закладки на автодороге Северного объезда в Кочаневском районе. В рюкзаке подозреваемого нашли больше килограмма амфетамина, подготовленного к реализации. А дома у него хранилось еще почти 4 килограмма запрещенных веществ. Сыщики выяснили, мужчина выполнял функции наркокурьера. Забирал оптовые партии, фасовал мелкими дозами и раскидывал их по тайникам. На время следствия фигуранта арестовали. Оружие, припасы, наркотические вещества. А это 31-летний пассажир автобуса из Тувы, который пытался провести наркотики в наш город. Но дальше стационарного поста «Ойский» он пройти не смог. В поясе подозреваемого обнаружили полимерный пакет с гашишем и гашишное масло. Автомобиль с людьми слетел с дороги в водоем. ГТП произошло в Кочаневском районе области, недалеко от села Поваренка. Двое мужчин погибли, они не смогли выбраться из салона. А вот 19-летний юноша, который сидел за рулем, сумел. И более того, он бросил своих пассажиров и сбежал домой. Там его, кстати, и задержали полицейские. В ведомстве уже выяснили, что «Жигули» двигались по насыпной дороге. Молодой водитель не справился с управлением, и машина оказалась в воде. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения виновнику происшествия. Выразит ему наказание до 7 лет лишения свободы. Трое новосибирцев инсценировали кражу дорогостоящего металла ради страховки. Но их замысел раскрыли и наказали за махинации. Эту комбинацию молодой человек в компании приятелей задумал еще в 2013-м. Создал фирму, заключил договор на поставку ценного груза из Иркутска. Товар оценил 43 миллиона рублей, все застраховал. И когда Инди весом в килограмм 600 граммов не дошел до адресата, обратился в полицию с заявлением о краже. Уголовного дела для страховой было достаточно, чтобы начать выплачивать многомиллионную компенсацию. Благо, афериста раскрыли. Мы разобрались в том, что на самом деле происходило. И выяснили, что Саблин и неустановленные на тот момент лица задумали определенную схему мошеннических действий для получения денег с компанией, которые якобы отвечали за перевозку этого груза. На самом деле никакого груза металла Индии не было. Отправлялся там металлолом каким-то непонятным способом. Были получены подложные документы о том, что якобы действительно имел место груз. На днях комбинаторов осудили. Двое подельников к вину признали и получили условные сроки в купе со штрафом по 700 и 500 тысяч рублей каждому. А вот третий упирался до последнего и отправится в колонию общего режима почти на 4 года. Накануне в Центральном парке произошел пожар. Загорелось кафе на его территории. Огнеборцы справились с задачей за несколько минут. Тем не менее, центр города заволокло густым дымом. ЧП произошло в половине восьмого вечера. По счастливому стечению обстоятельств в заведении не было посетителей. Персонал успел выбежать на улицу еще до приезда МЧС. Первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия уже через 6 минут. Всего на ликвидацию бросили силы 18 сотрудников. Задействовали также 5 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения и мебель. Предположительно, все случилось из-за короткого замыкания проводки. Во время инцидента было остановлено и движение легендарного 13-го трамвая по улице Мичурина, так как он мешал работе пожарных. А теперь о самом сенсационном решении последнего времени. Верховный суд России отменил приговор Евгению Чуплинскому, которого назвали серийным новосибирским маньяком и хотели поместить на особый режим до конца жизни. Получается, высшая инстанция засомневалась в виновности этого человека. Мы вспомнили историю с самого начала. Встретились с сыщиками. Они почти 20 лет шли по следу маньяка. Поговорили со следователями, которые скрупулезно собирали доказательства по делу. Перечитали все материалы. Осадок жуткий. Особенно теперь, когда у Чуплинского появился призрачный, но шанс выйти на свободу. Криминальная летопись похождения новосибирского маньяка началась 20 лет назад, в ноябре 1998-го. Тогда в пригороде в лесополосе подросток наткнулся на отрезанную голову неизвестной женщины. Позже оперативники обнаружили остальные части тела. Но убийство так и не раскрыли. А дальше жуткие находки стали появляться все чаще и чаще. Неизвестный потрошитель выработал почерк. Он душил своих жертв, затем обезображивал тела. В том числе в ходе расчленения он удалял и внутренние органы, где девушки его как-то очень сильно уж обидно оскорбляли. То есть он удалял им язык и мотивирует это тем, что вот язык мой враг мой. То есть в каких-то случаях он удалял сердца, но сердца он удалял наряду с другими внутренними органами. То есть делал это он, как он нам пояснял в ходе следствия. Делал он это для того, чтобы сделать этих девушек страшными. В начале нулевых многочисленные нераскрытые убийства объединили в серию. Под подозрением оказались буквально все мужчины, работающие в Ленинском и Кировском районах города и хорошо знающие местность. Таксисты, водители пожарных автомобилей и скорых, милиционеры. Один из них, на тот момент уже бывший сотрудник вневедомственной охраны Кировского района Евгений Чуплинский, попал в поле зрения сыщиков, когда начал пользоваться мобильным телефоном одной из пропавших девушек. Его задержали, но доказать вину не смогли. Маньяк затих. Однако работу по делу все равно не прекратили. На некоторых местах преступлений удавалось найти улики. Следы кожи на забытой перчатке, слюну, сперму. Новейшие методы исследования этого генетического материала дали результат. В 2016-м Евгения Чуплинского вновь задержали. Ознакомившись частью доказательств, предполагаемый серийный убийца заговорил. Я стал ее ударять. Стал ее ударять в область головы, тела. Я не разбирал, куда ее бьем. Помню, что с ее стороны что-то руками махало. Я ее колотил здесь, потом она упала. Когда она падала, на ближайшем состоянии я ее уже не любил. Сколько, как вы считаете, примерно вы нанесли ударов? Можете вообще оценить? Нет, оценить я не смогу. Решил разрезать тело здесь. И начал я с того, что я отрезал голову здесь на месте. Чем отрезать? Следователи узнали. Еще будучи сотрудником милиции, Чуплинский наведывался к девушкам легкого поведения. Бывало, что помогал. Поэтому те его не боялись. Чуплинский отличался коммуникабельностью, такой харизмой. Можно даже сказать, что в отношении женщин он отличался магнетизмом. И, соответственно, с ним очень было приятно всем общаться. То есть он всегда втирался всем в доверие. Родные Чуплинского до последнего не верили, что он виновен. Ни жена, ни дочери не замечали странностей в поведении близкого человека. Однако, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина много лет испытывал непреодолимую тягу к убийствам. К тому же, о многих эпизодах следователи узнали от самого фигуранта. Тем не менее, незадолго до начала судебного процесса он изменил показания и заявил, что оговорил себя. С меня по три года я исповедовал, который я должен был давать взамен на жизнь своей детей и своей жизни. Мне показали мою жену телефон, сказали, что если ты хочешь, мы завтра, послезавтра покажем тебе, как я выносил, как я режу на части, как ты убивал, презал и так далее. Впрочем, в марте присяжные ему не поверили. Они сочли, что бывший милиционер виновен в убийстве 19 женщин и не заслуживает снисхождения. На основании этого вердикта Фемида приговорила Евгения Чуплинского к пожизненному заключению. И, казалось, до этапа в зону особого режима считанные дни. Но это был еще не конец истории. Чуплинский забросал вышестоящую инстанцию рукописными жалобами, и Верховный суд в Москве отменил решение. Теперь, на основании все того же вердикта присяжных, дело новосибирского маньяка будут изучать заново. Не исключено, что на этот раз Чуплинского оправдают. На этом все. С вами была Ксения Смотрова. Будьте внимательны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. ОТС